Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. Chrome OS в скором времени может стать гораздо привлекательнее. В последней тестовой сборке системы наблюдательные пользователи Reddit обнаружили возможность запускать приложение для Android. Сообщение об этом появилось на экране и тут же исчезло. А при дальнейшем изучении исходного кода нашлось упоминание о проекте App Runtime for Chrome, над которым Google работает уже довольно давно. Именно он должен подружить программы для Android с Chrome OS. И все это за месяц до конференции Google I.O., которая пройдет в Mountain View с 18 по 20 мая. Наверняка анонс прозвучит именно там. Еще одна порция информации о Google исходит от источников ресурса The Information. Они полагают, что корпорация собирается организовать своеобразный инкубатор стартапов, чтобы дать сотрудникам возможность заниматься собственными проектами. Сейчас они могут посвящать этому 20% своего рабочего времени, оставаясь в Google. Ну а те, кому этого не хватает, нередко отправляются в свободное плавание в поисках инвесторов. Чтобы играть в новой песочнице, сотрудник компании должен представить бизнес-план, и если его утвердят, он сможет на несколько месяцев оставить свою обычную работу и сосредоточиться на реализации задуманного. Так работник ничем не рискует и всегда может остаться на своей должности в случае, если замысел не выгорит. Ну а если все получится, Google все равно выигрыши, ведь она удержит ценные кадры и их идеи в своих стенах. Успех такого инкубатора стартапов зависит от конкретных условий, которые он предложит светлым головам. Но ни официальным заявлением, ни тем более подробностями корпорация пока не поделилась. На минувших выходных в Бостоне прошла игровая выставка Pax East, когда на каждом шагу показывают интересные проекты и проводят демонстрации в виртуальной реальности, а вокруг прогуливаются разодетые и полуодетые косплееры привлечь внимание геймерской клавиатуре не так-то просто. Но Logitech это удалось. Совместно с компанией IM8Bit она превратила 160 клавиатур с подсветкой в панно, на котором транслировался ролик в стилистике 8-битных игр. Верхние грани кнопок пришлось сделать прозрачными, чтобы они пропускали больше света, поэтому теперь печатать на этих клавиатурах можно разве что вслепую. Но согласитесь, оно того стоило. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok